блин где твои ролики спрашиваете вы а я вам скажу когда сидишь в подвайчике а сверху воздушная тревога то ролики как-то не пишутся творчество херак и вот так вот упадает но на самом деле хочу вам сказать что в белгороде сейчас у всех настроение мягко говоря не очень ну давайте я вам объясню почему ну во-первых у краславянской артиллерии кроет склады топливные базы а вся белгородская область это один большой военный полигон так вот тут нам все чаще и чаще приходится сидеть в подвалах и уже не так радостно честно говоря что крым наш хочется спросить у москвичей санкт-петербуржцев как там цены на маникюрчик в салончиках почем милирование не подорожало ли и стрижечка массажик сколько стоит как цены в ночных клубах вы еще не в подвальчиках нет ну подождите всему свое время мы тоже не думали что будем сидеть в подвальчиках а вот однако же теперь мы здесь так вот дорогие друзья в чем проблема истинных белгородчан московского патриархата а я вам сейчас скажу ну вы понимаете война в украину летят ракеты и украславяне там тоже сидят в подвалах но в них ракеты летят один раз теперь давайте посчитаем сколько раз летят ракеты в белгород в белгород летят украславянские ракеты но они практически не опасны не знаю каким образом они попадают всегда в десятку и практически люди от них не страдают но есть еще проблема потому что в россии летают не только украславянские ракеты но и российские ракеты а это ракеты ну как бы так сказать мягко говоря ни первой ни второй и не третий даже свежести этим ракетам 30 40 и даже 50 лет и эти ракеты как все в общем-то легкомысленные женщины они как бы вылетают а потом могут но просто раз и передумать я не хочу я туда не полечу и меняют свою траекторию ну и конечно же те кто следит за этими ракетами те кто занимается противоракетной обороной в россии в них сразу вот такие глаза она не полетела и куда же она не полетела если она запускалась недалеко от белгорода ну конечно куда нибудь либо в пятиэтажку либо в скрепную 16 этажку и что же делать чтобы этого не произошло ракету эту надо сбивать и срочно заводится вся эта противоракетная оборона но она же тоже сука старая и понимаете в чем дело иногда бывает такое что белгородчан бомбит укра славянская ракета российская ракета московского патриархата и российская ракета московского противоракетной обороны понимаете в чем дело вот поэтому мы все время сидим все чаще и чаще в подвальчиках новостей не видимо значит и комментировать нечего но я вам сейчас покажу как я тут обустроился смотрите вот у меня тут есть водичка на случай если сидеть здесь придется долго есть картошечка есть закруточки там есть еще пару комнат где будет сидеть моя сука теща и козел кисть которые очень радовались что крым наш вот они будут сидеть там и учить верши павла тычины наизусть читать степана андреевича бандеру сдавать экзамены и по итогам этих экзаменов возможно подымутся наверх только после того как нас освободит у краславянская армия и на референдуме мы проголосуем за возвращение домой в родную гавань